Добрый день еще раз. Начинаем сессию номер один. На жаргоне сформулировано как электронные архивы. На самом деле вопрос, конечно, гораздо более широкий. Вопрос корнями своими уходит, наверное, в историю еще десятилетней давности, когда впервые стали говорить о том, что хранение бумажных документов требует огромных ресурсов, и решили, что хранение электронных документов будет требовать меньших ресурсов. До сих пор такая точка зрения существует и является драйвером принятия законопроекта, который вот сейчас в рабочей версии называется «Конвертация электронных документов, создание электронных и материальных дубликатов документов, хранение электронных документов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Чтобы задать тон дискуссии, я бы хотел прежде всего отметить, что регулирование обращения электронных документов возможно несколькими путями. Ну, прежде всего, это, конечно, рождение электронного документа и полный цикл жизнедеятельности электронного документа от рождения до уничтожения в виде именно как электронного документа. Бумажные документы, они тоже, собственно, рождаются как бумажные, обращаются и тоже уничтожаются как бумажные документы. И, как мы видим из названия федерального закона, одно из направлений регулирования, который предлагает этот законопроект, является то, что на каком-то этапе бумажный документ будет превращен в электронный документ. Вот так, скажем, конвертация электронных документов, видимо, так и понимается. Поэтому главный вопрос, который, собственно, наверное, сейчас предстоит решить законодателю, действительно, необходимо ли создать и отрегулировать новый трек обращения с документами, это когда родился он как бумажный документ, потом в какой-то момент превратился в электронный, и, как написано в этом законопроекте, обратно может превратиться, в том числе, в бумажный документ. Это тот трек, который сейчас записан в этом законопроекте. Другие вопросы, другие направления регулирования этого законопроекта предусматривают, как следует из его названия, хранение, регулирование, хранение электронных документов. И это тоже очень важный момент, поскольку инфраструктура хранения, по сути дела, сейчас у нас не создана, и, наверное, отсутствие инфраструктуры хранения электронных документов является достаточно серьезным тормозом на пути создания электронного документа оборота в Российской Федерации. Таким образом, задавая тон дискуссии, хотелось бы понять, действительно ли, я обращаюсь к своим докладчикам, действительно ли нам необходимо превращение бумажных документов в электронные документы и обратно. Почему я на этом заостряю внимание? Дело в том, что, когда документ рождается, у него, естественно, есть родовые признаки, которые будут преследовать его на всем пути его жизнеоборота. Если это бумажный документ, то у него носитель бумага, бумагоспецифический носитель, она характеризуется определенными свойствами, и, исходя из этих характеристик, мы можем на любом этапе обращения бумажного документа сделать экспертизу и сказать, подделан он, не подделан, подписан какими чернилами, соответствуют ли они дате подписания или не соответствуют и так далее. Эти все экспертизы развиты действительно, что позволяет достаточно эффективно контролировать оборот бумажных документов. Электронные документы тоже при рождении наследуют свои родовые черты, это метаданные, и эти документы тоже при обращении обращаются, и мы можем проследить изменения этих характеристик. Когда мы превращаем бумажный документ в электронный, мы обрываем эти родовые признаки бумажного документа, и электронный документ появляется неоткуда, то есть он как бы без истории. Это влечет за собой достаточно серьезные последствия, которые в ряде случаев не позволяют нам убедиться в том, документ подделывался или не подделывался. Поэтому вопрос конвертации электронных документов действительно очень важен, а самое главное, необходимо понять, насколько нам нужно вот это регулирование, регулирование обращения бумажных документов в электронный. Ну, я вступительное слово закончил. Хотел бы передать слово кандидату исторических наук Натальи Хромцовской, ведущей эксперт-аналитик по управлению документацией компании ЭОС. Добрый день, коллеги. Я прошу включить мою презентацию. Но начать я хотела немножко с другого. Вообще этот форум начался для меня, скажем, очень символично. Пока не переключайте, хорошо? Вот, почему? Смотрите, самая первая сессия. О чем говорили в том числе об электронных архивах? Практически все эксперты сказали, сказали, проблема есть, ее надо решать. Но мы ее пытаемся решать уже 20 лет, иное дело, что не получается пока. Может быть, не тем поручаем. Второй момент. Вторая сессия. Как правило, последняя сессия у нас на БКИ-форме про электронные архивы. Вот Наталья не даст соврать. В прошлом году это было именно так. Сейчас мы идем вторыми. Это первый, вот такой важный элемент. Еще один важный элемент. Сессию ведет представитель ФСБ. Между прочим, это очень символично и исторически весьма правильно. В свое время, в 18 лет, когда я пришла на работу в Московский партийный архив, там работали люди, которые начинали еще с предвоенных времен его создавать. И они рассказывали о том, как функционировало архивное дело и так далее. И они, закатив глаза, с мечтой во взоре рассказывали, как хорошо жилось архивом под НКВД. Возьмите их обратно. Я вас спрошу, у вас получится. Вот у Росархива почему-то не получается. И с электронными документами тоже. Ну а теперь по текущей ситуации с документами. И я очень кратко пытаюсь дать представление вам всем, как сейчас регулируются эти вопросы у нас в стране. Значит, смотрите, в чем у нас проблема. Большая часть комплексов документов, которые мы с вами используем и в системе государственного управления, и в коммерческой деятельности, формируется в смешанном виде, электронном и бумажном. Доля бумажных документов все равно продолжает падать, но их физические объемы не уменьшаются. Более того, чем эффективнее работает экономика, тем больше документов. И это хорошо, потому что экономика работает. По ряду направлений переход на электронные документы практически завершен. Но возьмите ту же самую отчетность, которая представляется в государственные органы. Ну, может быть, и есть какие-то исключения на бумаге, но в большинстве своем все в электронном виде. Очень быстро обновляются цифровые технологии на сегодняшний день. И, соответственно, из-за морального устаревания стирается грань между электронными документами постоянного и временного срока хранения. Мы для них должны решать одни и те же задачи. Хранение документов и информации, конечно, желательно организовывать на основе продуманных концепций. Однако только крупные и богатые государственные структуры и коммерческие организации могут себе это позволить, разработать такие документы. Понимаете, когда мы дом начинаем строить с крыши, не возведя фундамент в виде концепции, ну, ничего потом дальше не получается. Следующий слайд, пожалуйста. И что на сегодняшний день проблемно? Ага, спасибо. Значит, отсутствует единая концепция организации хранения документов на текущий момент времени. Каждая организация решает проблемы самостоятельно. И, соответственно, разработка новых законов и реализация новых проектов идут трудно. Потому что, понимаете, главного вектора направления движений никто не понимает. А когда разные организации, разные специальности этими вопросами занимаются, не договорившись о главном, вот, и мы приходим к текущему моменту. Значит, закон об электронных дубликатах завис на уровне первого чтения. И я прекрасно понимаю, почему. Потому что изначально принимала участие в работе комиссии Банка России, там принимали участие очень многие, не только эксперты, но и структуры, которые заинтересованы были максимально в этом проекте. И это и Центральный банк, и это ФНС России, и это даже Нотариат. Кто там реже всего присутствовал, это представители Росархива, к сожалению. Наталья подтвердит. Теперь насчет платформы Центра хранения электронных документов. Вот с моей точки зрения, главная проблема у Центра как раз отсутствие единой концепции организации хранения электронных документов в нашей стране. Потому что только потом, после этого, можно и разрабатывать ПО, и писать концепцию самого Центра, значит, он введен в эксплуатацию, в промышленную в декабре прошлого года. Фанфар о том, сколько уже электронных документов, переданное на централизованное хранение в государственные архивы и в ведомственное хранение в структуры типа а-ля ведомственные архивы, вот мне пока неизвестно. Пока, возможно, нам об этом расскажут. Следующий слайд. Ой, прошу прощения, сейчас будем осваивать. Так. Еще один новый документ, совершенно свежий появился, пришлось в спешном порядке на коленке доделывать презентацию. Это новые правила хранения, но так условно, в архивах организаций. То есть у нас есть отдельное правило для архивов государственных, а это вот в архивах организаций. У них там есть отдельный раздел организации комплектования, хранения учета электронных архивных документов. Ну и предусматривается, что это хранится только в схедах или на физически обособленных носителях. Процхед вообще ни слова, хотя изначально оно предусматривало, что там будет создаваться ведомственный электронный архив организации источников комплектования. И это вот наглядно показывает, что мы даже вот выпуская документы не можем их согласовать по нормативному регулированию, чтобы они друг друга поддерживали. Значит, каждый в результате идет своим путем. Организации, причем под организацией, я понимаю, госструктуры тоже, они выбирают разные подходы и технологии для решения задач организации хранения. Это тоже вполне понятно, потому что функционал, скажем, органов государственной власти разный, комплексы документов, которые они обязаны хранить, разные совершенно, практически не пересекаются. Но я не говорю бухгалтерию кадра, я говорю то, что они формируют при исполнении своих функций основных. И по новым направлениям деятельности, там, где вся работа осуществляется в электронной среде, вот именно там, ну, например, оказание госуслуг через центры оказания госуслуг, вот там начинают в нормативных документах регламентировать хранение отдельных комплексов документов в электронном виде. Вот. А при смешанном документообороте хранения электронных бумажных документов нередко разделяют сейчас, я вам просто на примерах сейчас покажу. То есть не только разделяют места хранения этих документов, что вполне понятно, да, разделяют ответственных хранителей, то есть кто за что отвечает, и учетные системы. Это тоже совершенно новое по сравнению вот с классикой вопросов организации архивного хранения документов фондов организаций. И в каждой отрасли и ведомстве свое нормативно-правовое регулирование. Ну вот, я говорила про концепции. Вот у нас в стране есть несколько очень неплохих концепций, которые создавались ведущими органами нашей страны. Например, концепция по реализации единых принципов обработки, регистрации и хранения документов в налоговых органах. Документ был создан, внимание, в 2007 году. Что там было прописано концептуально? Какие подходы? Организация электронных архивов, стратегия долговременного хранения документов электронных в первую очередь, долговременное сохранение документов, подписанных электронно-цифровой подписью. У меня сразу не говорит, почему в правилах этого нет. Вот то, что издали сейчас, Росархив, этого там нет. И еще одна концепция хранения и использования электронных документов в обеспечениях юридической силы для финансового рынка. Это Банк России. Юридическая сила электронных документов в хранении и уничтожении электронных документов. Вот то, что тоже там нет в этих правилах. Поэтому переходим к текущему моменту. Давайте посмотрим на лидеров вот этих всех вопросов. Первый, конечно, ФНС. Причем, обратите внимание, у них есть и концепция развития системы централизованного хранения документов. и у них есть порядок централизованного хранения документов. Здесь представлены на слайде последние версии, потому что это уже третий или четвертый вариант документа. То есть они постоянно совершенствуют эти документы, развиваясь в этом направлении. Ну и в порядке отдельная норма регулирования централизованного хранения документов, которые образуются в ФНС, она порученная, так сказать, хранителем является отдельное казенное учреждение, налогсервис. И централизованно хранятся документы регионов, региональных. То есть налоговой инспекции свои документы бумажные не хранят, а в электронном виде у них хранится все в АИС налог 3. Значит, сейчас систему опять доработали и, так сказать, соответственно, туда, в эту систему регулярно подсистемы, которые работают с документами, подключаются. Что меня порадовало вот в новой концепции, это то, что ФНС уже пристроил ЦХЭД к работе на ФНС. Значит, они планируют туда передать, очевидно, свои архивные документы как ведомственный архив. Прекрасно, особенно если это финансирование, так сказать, хранение будет не за ФНС, а за оператором этой системы. Ну, поживем и видим. Но они уже это в концепцию включили, понимаете? Так, теперь, что касается информационных систем. Значит, у ФНС наверху стоит налог 3. Там, значит, хранятся все электронные документы, но у них есть прикладные подсистемы, которые обеспечивают функционал, который необходим за поддержание организации хранения архивных документов. Ну, то есть документов, которые вышли из употребления. Это и учет документов, это и установление сроков хранения, выделение документов с истекшими сроками и процедуры уничтожения электронных документов и бумажных, поскольку учет бумажных документов тоже в АИС-3 централизованно. Так, сейчас. Так, теперь еще один лидер – Росреестр. Причем, обратите внимание, это те самые ведомства, которые сначала по уши заросли бумагой. Им пришлось это делать, и Росреестр тоже самое. Значит, у них есть стратегия архивного хранения и перевода в электронную форму документов, и положение, которое правительство утвердило о проекте ведения реестровых дел. Значит, ситуация очень простая. Сначала все в бумаге. Сейчас смешанный документ-оборот. Часть в электронке, часть в бумаге. На что они переходят? Они переходят на полностью электронные документы. И обратите внимание, Росреестр, процесс, я это называю, замещающего сканирования, уже реализовал и закрепил постановлением правительства. То есть все бумажные документы Росреестра будут переведены в электронный вид с последующим уничтожением бумажных подлинников. Как? Вам нравится? Не обращая внимания, есть закон, нет закон, вот они постановлением правительства это сделали. Насколько это законно, с точки зрения юриспуденции законно, но они это решили. То есть фактически это такой вот ноу-хау Росреестра. Как они потом в судах будут свои доказательства предъявлять? Вопрос интересный, наверное, стоило бы задать Росреестру. Еще один пример, ЦИК. Мы все тут в Москве недавно голосовали, половина населения проголосовала в электронном виде, соответственно, ЦИК, после каждых выборов, обычно это федеральных, он издает такой документ, который регулирует порядок хранения тех документов, которые возникли в процессе проведения выборов. Соответственно, еще выборы смешанные документы оборот, то есть электронные и бумажные, и они установили, что все это должны хранить избирательные комиссии до передачи тех документов, у которых сроки длительные, на постоянное хранение в государственные архивы. У меня очень большие сомнения возникают, что в ЦИКах достаточно квалифицированных специалистов, которые смогут обеспечить надлежащие хранения, в основном, конечно, электронных документов. А вот пример, когда только электронные документы, и документы очень узкого состава, это комплекс документов, который возникает в муниципальных центрах предоставления государственных услуг, там документы фактически из бумаги переводятся в электронный вид, и уже в электронном виде, видев фактически копий электронных, подлинники передаются для оказания госуслуги. И возвращается все туда же в электронном виде, а сам центр может выдать гражданину и в электронном виде документы, и на бумаге, заверив своими подписями и печатями. И вот в Ленинградской области издали документ большой, объемный, архивисты чувствуются очень, туда лапу приложили, смысл очень простой. Сразу практически после оказания госуслуги вся документация передается в программное обеспечение, которое находится под контролем хранителя архивистов Ленинградской области. Все остальные пользуют эти документы, и потом там же в этой системе проходит экспертиза ценностей, отбор документов на уничтожение и передачу на государственное хранение, и таким образом, так сказать, фактически завершается жизненный цикл того или иного уже электронного документа. Ну и еще одни лидеры в этом направлении это нотариальные архивы. В июне прошлого года был принят закон, который внес изменения, но в закон об архивном деле тоже, но и прежде всего закон о нотариате, потому что у нотариусов не было законодательно урегулировано, как хранить нотариальные документы. Поскольку нотариусы у нас негосударственные служащие, это негосударственные документы, и законом установлено хранение, создание специальных нотариальных архивов, которые будут отвечать за хранение, внимание, только бумажных документов. А что с электронами? А электронные документы будут храниться в единой системе нотариата. Но речь идет только о нотариальных документах, то есть вся составляющая, которая обеспечивает создание таких документов, вопрос еще, считаю, подвешенном состоянии. Но смысл очень простой. Электронные нотариальные документы централизованно хранятся в системе нотариата, все остальные бумажные документы нотариусов через определенное время передаются в архив нотариальной палаты, финансирование которых осуществляют сами нотариусы из своих взносов. Значит, это совершенно новая, так сказать, система. Она полностью прочеворечит классике архивного дела, но нотариусы на это пошли. Причем под эту новые нормы разработано не менее 10 подзаконных нормативных актов, начиная с правил нотариального дела производства, но и включая порядок хранения документов в электронной форме, образов электронных документов, где, например, есть такие разделы использования квалифицированной электронной подписи при хранении и обеспечения неизменности целости, переданных на хранение в единую систему нотариата электронных нотариальных документов. То есть нотариусы пошли дальше, Росархивы вперед. Понятно, что здесь есть определенные риски, но то, что это развитие, просто без этого нотариусы уже не могут нормально функционировать, это важный вопрос. И в большинстве нотариальных документов по делопроизводству и архивному делу, я сразу скажу, очень многие пункты противоречат нашему классическому делопроизводству, потому что им так работать неудобно, и они сделают так, как по себе. Но это уже отдельно получается век. И еще два примера, очень общие. Значит, еще одна проблема, с которой мы сейчас начинаем сталкиваться, это когда, допустим, в единой организации в регионе есть единая система электронного документа оборота, которой работают все организации, начиная с администрации региона, заканчивая муниципальными подведомственными организациями, муниципальными органами власти. Там единая база данных, документы в одном экземпляре. Все они источники комплектования государственных архивов разного уровня. Растащить по фондам уже нельзя. То есть нужно решать вопрос, каким образом архивировать уже заканчивая. Архивировать это все таким образом. И вот в Ростовской области, поскольку там система электронного документа оборота дела установлена, мы с 2018 года прорабатываем концептуально и экспериментально, попытаемся этот вопрос решить. А вот у Банка России и у многих, кстати, государственных органов другая проблема. Достаточно много десятки информационных систем, в том числе уже исторических, ушедших, не списанных еще, но в них находятся юридически значимые документы, в том числе постоянного срока хранения. И они с 2016 года занимаются разработкой проекта архива электронного, таким образом, чтобы взобрать все из своих боевых и архивных систем, то, что нужно, а все остальное, соответственно, организовать уничтожение. Они года два концепцию писали, и тезе на эту систему. В 2019 году, вот перед ковидом, прошла конференция, они сообщили, что вроде бы исполнитель уже выбран, но потом вот к последней встрече уже после ковида они сообщили, что не сложилось с исполнителем, потому что выяснилось, что каждый документальный комплекс документов нужен функционал разный. И структурные подразделения Банка России требовали, чтобы этот функционал в этой системе присутствовал. Но все равно работа над проектом продолжается, а просто выхода другого нет, продолжают работу. Так что он все равно будет закончен, просто у таких проектов не может быть неуспеха, иное дело сколько лет до него идти. Итак, смотрите, несмотря на сложности, есть примеры удачных и эффективных решений уже сейчас. Недостаточность нормативно-правовой базы в плане правовой поддержки определенных технологий чувствуется, и не случайно на первой сессии как раз про них и говорили, включая архивное хранение. Отсутствие единых концепций и стратегии, конечно, обеспечение сохранности и как следствие вневедомственная разобщенность, зоопарка решений и технологий, это не есть хорошо. Но мы с вами, в общем-то, на революционном марше. Мы должны понимать, что такая вещь есть. Ну и, конечно, бездействие Росархива и нехватка нормативно-методических документов, это тоже чувствуется, все об этом говорят, и уже говорят наши как бы смежники. Ну и, конечно, иногда очень удивляет это нежелание изучать, анализировать и обобщать отечественный мировой опыт в этой области, который очень много помогает. И, кстати, стандартизация один из таких же примеров. Ну и обращая внимание, вот все то, что я сейчас говорила, более подробно в виде постов у меня на блоге, крупнейший в мире, 10 тысяч постов, посещений там тоже очень много. Но, во всяком случае, он очень многим может помочь. В том числе, кстати, и по замечающему, замечающему сканированию, потому что это не наше ноу-хау. На Западе это уже внедряют и достаточно эффективно и пользуются. Ну и слайшет, и YouTube тоже там материалы есть. Что касается буквально 3 секунды по замещающему сканированию по этому законопроекту. Основные претензии, основные претензии, насколько я понимаю, как бы у силовых структур и у Верховного суда Российской Федерации. Главный вопрос – доказательная сила электронных документов. Неважно, или электронных доказательств, как хотите. Но я сразу скажу, в Соединенных Штатах уже лет 10 действует правило представления в суд электронных документов. Почему нам не пойти таким путем, где бы мы устанавливали те требования, которые нужны. И, возможно, это одно из решений проблем. Не говорю, что это идеальное решение, но одно из них. Спасибо. Наталья, спасибо за обстоятельный доклад. Короткий вопрос. Готовы ли общественные отношения в области электронных архивов для того, чтобы быть урегулированы федеральным законом? Как вы считаете? Понимаете, в данном случае я считаю, что надо есть слома по частям. Нам в закон нужно включить те нормы, которые нам сейчас мешают, отсутствие их. И в первую очередь это вопрос организации конвертации или конверсии, как говорят, эмиграции электронных документов. Объясняю, почему. Потому что подлинник мы сохранить долговременно не сможем. Это уже априори установлено. Потому что каждые 5-10 лет нам придется проводить конверсию документов на новую эмиграцию, на нормальное программное обеспечение и в новые форматы. Поэтому, когда мы бегаем с продлением сертификата на 15, а может быть и 30 лет, нам это не поможет. Потому что мы этот документ через 5-10 лет не сможем открыть, если мы эту процедуру не проведем. А вот эту процедуру нужно проводить в строгом соответствии, начиная, что у кого есть право проводить правила проведения конверсии миграции и так далее, и так далее, и так далее. Но надо есть слона по частям в этом направлении. Спасибо. То есть регулировать то, что мы можем отрегулировать. Конечно. И вот кончая по поводу вот этого закона, туда много чего насовали на протяжении трех лет его разработки. Может быть, стоит пойти таким путем, что разрезать его на части, установить то, что мы сейчас, у которых у нас значит, нет никаких претензий и вопросов к нормативному регулированию, установить, а то, где есть вот по замещающему, например, сканированию, потому что мы начинали с того, что сканирование только документов временного срока хранения и только отдельных видов, когда кто-то даст на это добро. Кстати, Запад идет этим путем и, так сказать, очень у них это неплохо получается. Живут, как вы видите. Спасибо большое. Следующий доклад у нас будет на тему практики архивного хранения подписанных электронных документов в крупных и средних организациях. То есть от теоретического обзора, который любезно предоставила нам Наталья, мы перейдем к практическим решениям, которые позволяют нам организовать архивное хранение надежное и, я надеюсь, безопасное. Слово предоставляется Павлу Смирнову, кандидату технических наук, директору по развитию ООО КриптоПро. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Рад вас всех приветствовать. На этой сессии действительно важно, мы считаем, что она в этом году попала фактически на первый день конференции, то есть важность этой проблемы признается. И я хочу поделиться нашими наработками в области архивного хранения, в том числе практикой, с которой мы как организация, как КриптоПро столкнулись в этой сфере. Для начала, просто чтобы спозиционировать, о чем пойдет доклад, вот здесь на слайде представлено несколько таких, скажем так, самых главных проблем, возникающих при архивном хранении электронных документов. Мы их уже частично обсудили, Наталья Хромцовская их упомянула в своем докладе. Я хочу из этих всех четырех проблем, которые здесь представлены, сосредоточиться на четвертой, которая здесь подсвечена на слайде, а именно проблема обеспечения ряда свойств документов, таких как обеспечение аутентичности, целостности, достоверности, юридической значимости документов. Это четыре разные свойства. Во многом они по смыслу для электронных документов вроде как перекликаются. Дальше в наших экспертных кругах, в нашей разговорной речи мы чаще всего называем всю эту совокупность свойств так или иначе называем юридической значимостью. По крайней мере мы чаще всего именно так это произносим. Поэтому просто для простоты изложения я дальше буду говорить про обеспечение юридической значимости документов. С общей точки зрения концептуально можно выделить на наш взгляд два разных подхода к созданию таких архивов, которые юридическую значимость электронных подписанных документов будут сохранять. Первый подход мы так условно назвали архивом доказательств подлинности. главная задача такого архива это продление будем говорить так в кавычках разговорном стиле продление срока жизни, срока проверяемости исходной электронной подписи или нескольких электронных подписей под документом, который на архивное хранение в эту систему передан. Главное здесь в том, что система автоматически обеспечивает сбор, хранение и обновление тех самых кусочков дополнительной информации, необходимых доказательств, которые позволяют в любой момент этот документ извлечь и вместе со всей сокупностью дополнительной информации эту электронную подпись, исходную электронную подпись проверить. И на другой чаше весов другой принципиально подход так называемый мы предлагаем такое название доверенный архив, задача которого не обеспечивать, не сохранять вот эти дополнительные всякие свойства и так далее, а главная его задача это в нужный момент выдать некую справку, квитанцию, если мы говорим про электронный архив, наверное, эта справка должна быть в электронном виде, она должна быть подписана, и эта справка будет говорить что-то об исходной юридической значимости исходного документа. И такой архив должен работать за счет того, что он будет доверенным образом эти документы у себя хранить, полагаясь и обеспечивая безопасность этого хранения за счет внутренних процедур и мер безопасности. И частным случаем такого архива, в принципе, то, что мы уже назвали, в разговорной речи мы часто этот термин используем, переподписание, очевидное лежащее тривиальное решение этой задачи, это периодическое переподписание всего документа доверенными какими-то сотрудниками архива, которое, собственно говоря, это переподписание должно происходить до наступления тех самых неблагоприятных событий, которые сделают невозможной проверку той или иной подписи. Ключевое слово во втором подходе это доверенный архив. Здесь важно, что юридическая значимость документов, которые из этого архива мы получаем, обеспечив за счет того, что мы этому архиву определенные вот эти процедуры доверяем. в первом подходе никакого особого доверия к такому архиву не требуется, поскольку он выполняет, грубо говоря, сугубо техническую функцию сбора доказательств, которые он сам даже не создает эти доказательства. Если кратко сравнить эти два подхода, по нашему экспертному мнению, первый подход, который мы называем архив доказательств подданности, он, кажется, имеет два важных преимущества. такие, как его стоимость создания существенно меньше и стоимость создания эксплуатации такого архива. И второе преимущество то, что он в принципе может создаваться и функционировать в условиях существующей нормативной базы. То есть не требует каких-то сейчас экстренных мер принятия новых каких-то законов, еще чего-то. Вот эти архивы, которые мы назвали архивами доказательств подданности, могут существовать уже сейчас. Проектируя такие архивы и думая, как их правильно организовывать, по нашему мнению, целесообразно опираться на существующие стандарты, мировые стандарты, которые в этой области есть. Здесь на слайде речь идет о наборе стандартов Европейского института по стандартизации TSI. Это в принципе то, что мы называем форматами подписи в разговорной речи ADIS или может быть более известно как CADIS, потому что самый распространенный формат из этого семейства это формат на основе подписи CMS, то есть буквка C первая появляется, это CADIS. Данное семейство стандартов на самом деле достаточно глубоко и широко разработано, оно ведет свою историю уже более 20 лет и на данный момент в этом семействе уже 42 документа целых присутствуют. Мы в Российской Федерации в рамках технического комитета по стандартизации 26-го также ведем работы по адаптации данных стандартов Российской Федерации, а технические инструменты по работе с этими расширенными так называемыми как мы в разговорной речи говорим расширенными форматами электронной подписи создаются в нашей стране в том числе нашей компании достаточно давно с 2007 года. Форматы подписи Кадис и Адис существует их несколько видов. Они так организовываются я сейчас очень коротко в виде такой некой матрешки от базового формата до архивного. Каждый последующий вид подписи получается путем добавления каких-то дополнительных атрибутов доказательств предыдущему формату. Такими доказательствами могут выступать штампы времени, у CSP ответы о статусах сертификатов, списки отзыва сертификатов, сериэльцы, цепочки сертификатов и другое. Архивный формат устроен таким образом, что получая и обновляя, дополняя, получая новый архивный штамп времени с какой-то определенной периодичностью, можно выстроить их в такую цепочку, что теоретически позволяет обеспечить бесконечный срок жизни, то есть бесконечный срок проверяемости такой электронной подписи. Собственно, задумываясь о том, как автоматизировать задачу построения такого архива, мы приходим к выводу, что в принципе такая система должна решать две базовые задачи. Электронные подписи, которые поступают на вход под систему архива, должны дополняться до такого формата архивного хранения ADIS-A. Дополнительно эта система выполняет вторую функцию, она должна контролировать сроки действия хранящихся таких доказательств в архиве и обеспечивать их своевременное автоматическое обновление. Разрабатывать такую систему кажется разумным и логичным предъявить следующие требования к этой системе. Когда мы автоматизируем эту систему, создаем некое ПО программу в печень, которая помогает архиву работать, оно должно отвечать следующим требованиям. Оно должно осуществляться проверку документов на ходе, преобразовывать электронную подпись, дополнять ее до формата архивного и обеспечивать ее хранение. Процессы должны быть максимально автоматизированы. При этом система должна подразумевать возможность обеспечения конфиденциальности документов. Об этом чуть подробнее будет ниже. В целом здесь речь идет о том, что такая система вообще говоря может не хранить даже документы в себе. Ей достаточно получить на хранение электронную подпись отделенную либо взять документ с подписью и отделить подпись от документа и уже не хранить сам документ внутри себя. Естественно, в нынешних условиях для разработки такой системы нужно использовать импортозамещенные операционные системы и базы данных. Поскольку речь идет об архивном хранении, которое вообще говоря там система может должна уметь работать с терабайтами документов и с огромным потоком входящих документов, она должна быть масштабируемой, поддерживать виртуализацию. Простой API для интеграции это понятно и она должна поддерживать в тех случаях, когда архив должен хранить не только подписи, но и документы и соответственно должна быть возможность интеграции с промышленными системами хранения данных, которые собственно говоря эти терабайты могут хранить и обеспечивать к ним доступ. Собственно говоря, такой инструмент отвечающий всем этим требованиям в принципе мы и сделали для автоматизации этих задач. Называется CryptoProarchive. И теперь на примере практики нашей хочу рассказать о различиях и особенностях создания архивов на базе такого подхода в двух разных классах организаций. Первая это крупная организация. Здесь хочется поговорить на примере архива удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы. Предваряя сразу вопросы архив вот этот создается сейчас в виде опытной эксплуатации работает и никак не подчиняется тому регулированию о котором говорила Наталья Хромцовская. всем тем нормативным документам. Потому что это отдельная подсистема которая живет своей жизнью. Не имеет отношения к архиву налоговых документов. Чем характеризуется архив удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы? Он рассчитан на выпуск до 10 миллионов сертификатов в год. Это с учетом перевыпуска, с учетом возможного роста количества юридических лиц индивидуальных предпринимателей в том числе сертификатов для автоматической подписи. Сейчас на данный момент в быстрейшем центре выпущено более 7 миллионов сертификатов. Изначально архив проектировался исходя из 20 терабайт. Изначально архив проектировался из расчета, что каждый год будет передаваться до 20 терабайт документов. Срок хранения некоторых документов как в федеральном законе 63 записано, поскольку это деятельность удостеряющего центра. Он постоянен в течение всего срока деятельности удостеряющего центра. Источниками поступающих электронных документов являются рабочие места инспекторов, инспекторы создают заявители, которые направляют эти документы, и доверенные лица, которые тоже работают с удостеряющим центром федеральной налоговой службы. Собственно, была спроектирована такая функциональная схема, которая представлена на слайде работы данного архива. Что здесь необходимо отметить? Вся работа удостеряющего центра централизована в квадратике, который здесь называется ИЦП ФНС. Это единая сферная платформа удостеряющего центра ФНС России. И документы на хранение поступают оттуда. Особенность работы данной системы в том, что, по сути, документы, порождаемые в УЦ, они очень имеют короткий оперативный срок, оперативную стадию. То есть заявление на выпуск сертификата, процесс закончился, эти документы в оперативной стадии больше не нужны, они сразу отправятся на архивные хранения. Поэтому непосредственно в ИЦП ФНС никакого хранилища документов не предусмотрено, и документы передаются сразу в архив, после того, как они были обработаны. Для того, чтобы это реализовать, была проведена интеграция системы хранения данных Федеральной Налоговой Службы. И архив построен по такой схеме, что разделен на модули, один из них, который работает с документами, другой, который занимается обеспечением доказательств подлинности, которые он получает от соответствующих служб внешних. С чем пришлось столкнуться нам при создании данной системы? Укратко уже сказал, что здесь появилась необходимость сохранения не только подписи, но и самого документа, что было решено за счет разработки модуля интеграции с системой хранения данных ФНС России. И сразу изначально была заложена нами множественность этих плагинов интеграции, потому что понимая, что в будущем все равно будет какая-то миграция с одной системой хранения в другую, подключение новой, соответственно в системе заложена возможность подключения нескольких таких разных систем хранения. Огромный объем документов и потенциальный рост их, в том числе возможно и не только из поступления документов, не только из удостоверяющего центра, соответственно была предусмотрена группировка серверов, кластерной конфигурации, которые обрабатывают огромный поток входящих документов, оставлены в том числе возможности для дальнейшего горизонтального масштабирования системы, ну и все процессы мы старались максимально автоматизировать. В силу специфики заказчика, конечно, и все ПО, которое должно использоваться в подсистеме архива, должно быть импортозамещенным, собственно, чего мы достигли за счет изначально разработки кроссплатформенного программного обеспечения. После крупной организации отдельно хочется поговорить и представить вашему вниманию опыт и наше видение об создании архивов для небольших организаций. Общаясь с нашими заказчиками, небольшими организациями, общаясь с нашими партнерами, которые создают системы для работы с документами, инструменты для работы с документами для таких организаций, мы сделали такую выборку некоторого ряда особенностей требований к архивному хранению от небольших организаций. Во-первых, таких организаций в России, согласно данным ФНС России, порядка двух миллионов. У множества из этих организаций возникают задачи архивного хранения электронных документов, как долговременного, так и постоянного, но при этом объем этих документов, как правило, небольшой. Организация небольшая, соответственно, объем документов небольшой. Ограниченность бюджета. Это понятно. Если сама организация небольшая и тратит на всю свою инфраструктуру, связанную с документооборотом, несколько сотен тысяч рублей в год, то ради архивного хранения она не будет готова тратить миллионы, десятки миллионов на создание системы архивного хранения собственной. Чаще всего такие организации эксплуатируют систему документооборота, предоставляемые операторами ЭДА, в том числе это может быть даже не одна система документооборота. Также у них могут существовать и внутренние так называемые внутренние электронные документы, те, которые не подлежат обмену через операторов ЭДА. И, соответственно, у них возникает необходимость создания таких локальных архивов документов из разных источников, из разных систем ЭДА и собственных внутренних локальных документов. Собственно, исходя из всех этих предпосылок, кажется, с нашей точки зрения, что таким организациям больше всего подходит архив по модели архив как сервис, архив как услуга. Функциональная схема такого архива вот здесь представлена на слайде. Здесь у нас организация оператора архива является третьей стороной, она эту услугу предоставляет. Абстрактный сервис документооборота, это может быть сервис документооборота оператора ЭДО, это могут быть также документы, инструменты, которые непосредственно самой организации эксплуатируются. Ну и дальше внутри архива в принципе происходит все то же самое. Сбор, хранение и обновление доказательств, обеспечивающих долговременную проверку подписи. Разрабатывая этот подход, мы тоже столкнулись рядом с новых задач, некоторых особенностей, задач особенностей, которых хочется рассказать. Вот здесь проблема обеспечения конфиденциальности документов встает. Действительно, не все организации готовы передавать свои архивы, именно сами документы на хранение какой-то другой сторонней организации, третьему лицу. Эта задача решается за счет того, что документы в архиве не хранятся, а мы можем хранить в архиве документы, только их электронной подписи, документы не храним. Необходимо разграничение доступа, архив как сервис. Множество организаций по сути работают с одним комплексом технических средств, с одним набором серверов с одними с УБД. Обеспечивается разграничение доступа и изоляция данных различных организаций друг от друга, чтобы, собственно говоря, защитить их данные. Естественно, разрабатывая этот сервис, нужно готовиться и быть готовым к росту объема этих документов, что, что, собственно, мы тоже достигаем за счет возможности масштабирования использования виртуализации. Ну и здесь мы сталкиваемся с тем, что, возможно, много, возможно, каждая организация будет по новой проходить некую интеграцию для того, чтобы свои документы отправлять в такой электронный архив. Соответственно, API для встраивания должно быть простым и лаконичным, чтобы это было легко и просто сделать. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Павел, спасибо. Спасибо за доклад. Очень интересно ваше деление. Что? А у нас еще один доклад, а потом вопросы будут. Спасибо за деление, которое вы предложили. На архив, насколько мне памятен, архив представления доказательств и доверенный архив. Вы предложили такое деление. Архив доказательств подлинности и доверенный архив. Я просто до сих пор думал, что архив может быть только доверенным. Есть над чем подумать. Спасибо. То есть, помятуя нашу ключевую дискуссию, я хотел бы спросить. Получается, что у нас в данном случае есть решения, которые помогут нам реализовать положение того законопроекта, о котором мы говорим. В том числе, да. Которым мы пытаемся сейчас урегулировать вот эти отношения и, по крайней мере, унифицировать подходы к обеспечению юридической значимости хранящихся электронных документов. Решения такие у вас есть. совершенно верно. Спасибо. Следующее слово предоставляется Александру Безбородову, эксперту фирмы 1С с докладом о долговременном хранении электронных документов. Прошу. Добрый день. Добрый день, коллеги. Хочется поделиться нашим опытом решения задачи долговременного хранения документов у заказчиков. Не столько для рекламы, сколько рассказать о наших находках, о сложностях, о подводных камнях. И часто мы видим, что предприятие хочет использовать архив как систему для хранения не только долговременного, но и для введения архива оперативного документа, финансовая документация, например. И так тоже можно, но нужно понимать, что это все-таки разные системы документации, оперативные, долговременные, у них разный жизненный цикл, разный подход и порядок к доступу. И говоря о долговременном хранении, мы, конечно, имеем в виду в первую очередь документы временного хранения свыше 10 лет и документы постоянного срока хранения. Но это не запрещает предприятиям задумываться о том, чтобы иметь единый архив своей документации, который совмещает в себе и долговременную часть, и оперативные, и бумажные, и электронные. Так тоже можно. Просто нужно хорошо понимать, в какой именно проект вы сейчас собираетесь ввязаться. Только долговременно или совмещаете его с оперативным, с бумагами. Если говорить о том, какие документы являются претендентами на долговременное хранение, то, конечно, кадровая документация, которую нужно хранить 75 лет, мы с вами это все хорошо знаем, есть и другие. Там документы акционерных обществ, приказы по основной деятельности. интересные, что предметами долговременного хранения являются документы по недвижимости. А вот кто знает, сколько нужно хранить долговременно документы по недвижимости? Документы, которые связаны с недвижимостью. Нет, хранить их нужно столько, сколько стоит объект недвижимости. Да. И это на самом деле не очень известно. и таких вопросов связанных с долговременным хранением много. Это практические вопросы. Найти ответы на них непросто. И в общем приходится искать их вместе с заказчиком, решая конкретные задачи на конкретных проектах. У нас есть система электронного документа оборота, так и называется 11 документ оборот, есть 11 архив. И по 11 документ оборот у нас практика довольно большая. Сейчас больше 12 тысяч проектов внедрения в стране, и каждый день начинается примерно 5 проектов внедрения системы электронного документа оборота. И вот в 4 из 5 в ТЗ уже есть требования к архивному хранению долговременному. И это требования разной степени продуманности и зрелости со стороны заказчика, но они уже есть. И работая над такими требованиями, сталкиваемся с тем, что у заказчиков возникает много вопросов, когда начинается практическая реализация к прописанию в ТЗ каких-то конкретных положений. Вопросов много. Самый частый действительно ли обязательно вообще хранить документы. И это хороший вопрос, потому что сейчас нет каких-то норм, которые жестко подталкивали бы бизнес или государственные учреждения в большей степени, но бизнес точно нет, к организации долговременного хранения документов. Ну пожурят, штраф выпишут, он нематериальный. И только личная потребность у предприятий и учреждений в том, чтобы вести такой архив, для того, чтобы закрыть этим какие-то собственные риски, справиться с какими-то проблемами. Вот она начинает работать и тогда появляется понимание у предприятия и учреждений, что такое архив, каким он должен быть, каким он не должен быть. И на трех последних вопросах остановлюсь поподробнее. Возможно ли аутсорсинг? У нас есть законопроект, там написано, что можно хранить документы лицензируемыми третьими лицами, но не объяснено, что такое лицензируемые третьи лица и пока не видно никаких подвижек в эту сторону. Здесь хочется донести, что конечно, сейчас будут появляться такие сервисы и третьи лица, которые будут оказывать услуги по архивному хранению. Но в отсутствие единой нормативной базы, единых технических регламентов это приведет к тому, что каждый вендор, каждый поставщик такого решения будет предлагать предприятиям свои собственные форматы, свои собственные технологии, свои собственные апи, свой собственный жизненный цикл, даже методологию. И вот этого не хотелось бы. Мы это все уже проходили, когда начиналось ЭДО, и это точно создало сложности в этом пути. И видно, что вот здесь сейчас в области архивного хранения, вот в этой дисциплине, очень не хватает регулятора, такого мощного регулятора, каким, например, выступает ФНС по ЭДО или РОСЕО для того, чтобы как раз решать вопросы выработки единых технических регламентов, единых форматов, единых технологий, апи, роуминга, если он, не дай бог, каким-то образом появится в архивном хранении. Про КАДСА. Это усовершенствованная подпись, по ней очень много вопросов, нужна ли она вообще, нужно ли обогащать обычную подпись, почему нельзя просто сохранить документ с обычной подписью, не испортит ли КАДСА ту подпись, которая под документом уже есть. Мы на такие вопросы конечно отвечаем представителям заказчиков и сотрудникам, но видно, что не хватает какой-то единой нормативной базы, не хватает статей, публикаций, базового образования, может быть каких-то даже учебников, вузовских вообще нету по этой теме, но каких-то учебных материалов, которые можно было бы приобрести, почитать в электронном виде. Не хватает дорожных карт для предприятия, вот например ФНС сделала дорожную карту по переходу на ИДО. Это очень хороший короткий такой маршрут, который людям показывает, что вообще нужно проделать для того, чтобы перейти состояние нет ИДО в состояние есть ИДО. И для архива тоже было бы полезно делать такие материалы. Сейчас это приходится каждый раз на проектах доводить и объяснять персонально, и читать учебные курсы, которые у нас есть. Такая инновация недавняя, длинные сертификаты, по ним тоже приходят вопросы. Пока не так много, но приходят. Чем они отличаются от обычных? Нужно ли с ними работать как-нибудь особенно? Достаточно ли этих сертификатов и уже не нужно пользоваться КАДСА? А значит архивная подпись. Или все равно нужны КАДСА? В общем, здесь тоже видно, что не хватает подзаконных актов, не хватает разъяснений, статей, публикаций для того, чтобы люди понимали, что вообще такое вот эти длинные сертификаты. Там есть много нюансов. Например, есть разница во времени жизни сертификата и времени жизни закрытого ключа. Это разные вещи. А это влияет на то, как вы сможете использовать этот сертификат в работе. И вот этих разъяснений базовых совершенно точно не хватает. Приходится опять же работать. И хочется донести мысль, что по нашему мнению, вот из того, что мы сейчас видим со стороны заказчиков, эти 12-летние сертификаты не помогут существенно решить проблему со долговременным хранением документов. Единственным гарантированным решением, которое вот закроет вопросы доказательной базы, это переход на тотальное подписание документов с меткой доверенного времени КДСТ. И это позволит с использованием обогащения 15-летнего КДСТ, я про него попозже расскажу, уже вот бесконечно обеспечивать юридическую значимость документов, хранящихся в долговременном архиве. Есть и другие вопросы по тому, как это все будет связано с госархивами, как в них сдавать, как совмещать системы оперативного архива и системы долговременного хранения, как ввести единый архив бумажных и электронных документов, отдельная методическая история. И вот на все эти вопросы отвечает наше решение, называется один из архив, и это продукт, который решает только одну задачу, обеспечивает долговременное хранение электронных документов вашего предприятия с обеспечением юридической значимости на весь период хранения, и это решение соответствует всем действующим законам, и также мы прицеливаемся в перспективное законодательство, которое сейчас находится на рассмотрении, ожидаем, что будет принято в этом году или в ближайшее время, вот туда тоже целимся. И вот этот вот закон о замещающем сканировании, про который мы сегодня много говорили, на наш взгляд, если он будет принят, а запрос на него очень большой, вот по нашему оценке, по запросу наших заказчиков, если он будет принят, то это даст возможность нам с вами перевести накопленные архивы бумажных документов в электронные и избавиться от бумаги, либо перенести ее куда-то очень далеко, на всякий случай, пусть лежит. И это может привести к взрывному росту интереса к решениям для автоматизации долговременного хранения. Поэтому мы такой закон очень ждем, следим за теми дискуссиями, которые там происходят, участвуем во всех комитетах, в которых ведется обсуждение и надеемся, что прям вот, может быть, уже в этом году нас с вами порадует. Это очень простая система, один из архивов. Нарочи-то простые, это не проста, потому что специалистов по архивному делу сейчас в стране очень мало. Так получилось, что наша система образования сейчас таких специалистов выпускает, ну прям мало. Хочу спросить, а у кого на предприятии есть в штате сотрудники, являющиеся экспертами по архивному хранению бумажных или электронных документов? Один. А у кого нет таких сотрудников, но вы чувствуете, что они нужны? Тоже один. Ну вот, да. Картинка похожая, везде, где мы задаем такой вопрос. И для того, чтобы был низкий порог вхождения в систему, чтобы не требовался качественный такой подготовленный специалист на предприятиях, мы нарочи-то простым делаем вот это решение. Рабочее место архивиста практически один список. Список документов, которые можно смотреть в разных разрезах, например, по годовой описи дела или как-то еще. И прямо из этого списка, больше никуда не переключаясь, можно выполнять все необходимые операции, которые нужно делать архивисту. На каждую единицу хранения ведется учетно-регистрационная карточка. Это вот, собственно, та сущность, которая и берется на долговременное хранение. И учетно-регистрационная карточка хранит в себе и сам документ, и все подписи к нему, и реквизитный состав. И вместе с документом в архив можно передать не только его визуализацию, но и XML, если он приходил по ИДО. Также можно дополнить его листом согласования, листом подписания, листом ознакомления, другими дополнениями, которые предприятие считает важным для долговременного хранения конкретно этого документа. И вот здесь нет никакой регламентации. Вот этот выбор приходится делать на внедрении предприятия самостоятельно, решить для себя, что будет помещаться в архив и в каком объеме эти данные будут туда погружаться, чем еще они будут запровождаться. А система долговременного хранения сама документы не производит. Она принимает их на хранение откуда-то. И для того, чтобы погружать в нашу систему данные, мы используем контейнер, который был утвержден приказом Росархива в 2020 году. Мы взяли этот контейнер за базу, потому что других регламентов нет. Мы присматривались и к смеф, и к медо, и к камер-смл, и к другим форматам. И сейчас используем все, что можно. Мы взяли из этого приказа, из этих типовых требований, но уже сейчас видно, что его недостаточно. В этом приказе никак не регламентированы метаданные. Там вообще ничего не говорится о машиночитаемой доверенности. И сейчас мы самостоятельно приняли решение о том, как мы будем забирать и хранить при документах машиночитаемой доверенности, но в нормативке этого нет. И это значит, что другие вендоры и поставщики систем долговременного хранения придумывают что-то свое. И нам как-то придется с этим какое-то время жить, пока мы все не договоримся и не выработаем какие-то общие стандарты. Так как система долговременного хранения сама не производит документы, а забирает их откуда-то еще, то вот пример, как это выглядит в нашей системе один из документов оборота. Не видно? Я немножко прокомментирую. Коллеги, осталось совсем мало времени. Александр, просьба перейти к выводам. Хорошо. Ну, хорошо. Мне жаль, что я это пропустил, потому что там содержались все-таки полезные для тех, кто сейчас хочет решать задачу выстраивания архива полезные сведения, но хорошо. Я вас услышал. Спасибо за ваш комментарий. Нам кажется важным, что сейчас не хватает методологии по архивному делу, и мы ожидаем, что она будет появляться от государственных регуляторов, от законодателей, но пока ее не хватает, мы ее разрабатываем сами, предлагаем заказчикам и опираемся здесь на опыт внедрения в государственных учреждениях, в коммерческих предприятиях, и на наш, и на тот, который мы наблюдаем в регулирующих ведомствах, в ФНС, например. И не буду такие конкретные вещи рассказывать. Про вот этот вот закон, про архивные документы хотелось бы поделиться с вами информацией. Он вышел в июле. Да, он демонстрирует, что появилось понятие информационной системы для хранения электронных документов. Он в себе содержит некоторые указания на новые печатные формы. Это тоже полезно. Но самое главное, что в нем закреплен формат передачи документов в архив. Это формат PDF-а. Но не объяснено, что должно являться предметом подписания. в этом формате. Либо визуализация, которая есть в PDF-а, либо тот XML, который будет лежать в PDF-а, или любой другой электронный документ. И это не описано в этом регламентирующем документе. Мы обратились за разъяснениями в ВНИИДАТ. Мы входим в рабочие группы и получили вчера ответ от ВНИИДАТ, но он не очень конкретный. И пока нам, например, так и непонятно, что означает эта норма закона, как относиться к этому требованию, что документы должны формироваться в формате PDF-а, должны ли они конвертироваться в PDF-а, но подписаны будут все-таки те исходные версии, XML, например, которые были ранее, или все-таки нужно подписывать документы в формате PDF-а, и кто будет обеспечивать синхронность визуализации в PDF-а и того XML, который в нем есть. Вот на все эти вопросы ответов пока что нет. Мы надеемся, что они тоже появятся, потому что обойти их стороной при реализации проектов нельзя. Спасибо за внимание. Александр, спасибо. Вы, кстати, в своем выступлении подняли очень важный вопрос совместимости информационных систем, в которых осуществляется архивное хранение электронных документов. Именно, видимо, поэтому нам нужно единое нормативное регулирование в этом вопросе. Что касается длинных сертификатов, то я хотел бы просто обратить внимание, что в соответствии с принятым в августе изменением 63 ФЗ, длинный сертификат без метки времени, который указывает на время подписания электронного документа, превращается в короткий сертификат. Если обратили внимание, то здесь вопрос метки времени даже не обсуждается. Чтобы длинный сертификат был длинным, нам нужна обязательно метка времени, которая указывает на время подписания электронного документа с использованием этого длинного сертификата. Спасибо. Слово предоставляется Парфенову Сергею Александровичу, начальнику проектного управления по реализации мероприятий по развитию электронного взаимодействия органов госвласти Минцифры России. Тема «Центр хранения электронных документов». Добрый день, уважаемые коллеги. Константин Валерьевич, добрый день. Меня должно быть слышно. Да, хорошо слышно. Да, отлично. Спасибо огромное организаторам, предоставили возможность выступить. Мы всегда готовы рассказать о том, что мы делаем, как мы делаем, для чего мы это делаем. И мы, наверное, очень постараемся еще раз очно принять участие. В этот раз у нас не получилось, но я думаю, что удаленный формат нам тоже позволит и рассказать обо всем, и обсудить все, что необходимо. Я хотел на своей презентации показать результат нашей работы по созданию как раз государственной информационной системы «Центр хранения электронных документов». Только что коллега упомянул в скорости об этом решении. Я бы, безусловно, хотел рассказать чуть более подробно, чтобы дать представление тем, кто не знает об этой системе, и дополнительно рассказать, чего мы достигли за прошедший год для тех, кто что-то не слышал в прошлом году. С вашего позволения, я сделаю доступ к презентации. Сейчас должно быть у вас на экране видно. Да, вижу, что картинка обновилась. Итак, государственная информационная система платформа «Центр хранения электронных документов». Система в декабре 2022 года была введена в эксплуатацию в соответствии с 676-м постановлением. Сама система создавалась и далее развивается и эксплуатируется в соответствии с постановлением 279-м. На экране тоже представлено само постановление, и, соответственно, потом презентация будет всем доступна, можно будет еще раз посмотреть. Основная задача и основные цели, которые ставились, и, собственно, которым соответствует система, это автоматизировать процесс архивного хранения электронных документов, которые создаются федеральными органами исполнительной власти. Сразу сделаю оговорку, что да, текущее постановление говорит о том, что органами, источниками комплектования являются именно ФАИВы. Но мы уже работаем над тем, чтобы количество участников было гораздо шире. Дополнительно потом скажу, с кем мы уже работаем. Система сама из себя, по своей совокупности, состоит из двух подсистем основных. Первое – это архив. Мы называем его типовым решением архив. Его мы разворачиваем в локального конкретного участника, у конкретного ФАИВа. И это решение позволяет настроить интеграцию с системой документа оборота конкретного ФАИВа, передавать туда документы, внутри этого решения формировать дела, формировать описи и готовить документы к передаче на постоянное архивное хранение. Это же решение мы предоставляем и в облачном исполнении. Это для тех участников, у которых нет собственных ресурсов. И вторая подсистема, которая находится внутри ГИС, это непосредственно СХЭД, Центр хранения электронных документов. Основная задача СХЭДа – это получать описи и получать документы из типового решения архива. Внутри этого решения проходят необходимые проверки. Сейчас 12 штук. После чего документы становятся доступны именно сотруднику государственного архива. Для того, чтобы дальше принималось решение о передаче данного документа, данного дела, на постоянное архивное хранение. Повторюсь, что данная система уже находится в эксплуатации. Слева внизу представлена текущая статистика. Нашей задачей было подключить 55 фаивов. Соответственно, в текущий момент 20 фаивов мы подключили в рамках нашей опытной эксплуатации в 2022 году. И на текущий момент, вот на сегодняшний день, мы дополнительно подключили 35 фаивов к системе. С таким расчетом, что в этом году все подключаются, опробируют свое подключение. И как только Росархив дает отмашку в 2023 году, коллеги начинают передавать архивные документы на постоянное архивное хранение в ЦХЭД. И далее, собственно, уже на ресурсы Росархива. Как выглядит вся цепочка работы с архивными документами? Изначально, безусловно, электронный документ появляется в органе источники комплектования, организации источников комплектования. В данном случае мы говорим про фаивов. Появляется он, конечно же, в системе электронного документа оборота. После этого документ передается в ТР-архив. Мы, естественно, постарались, но и обеспечили совместимость формата в части передачи. Мы работаем исключительно с форматом МЭДО-271, но с форматом МЭДО, межвенство электронного документа оборота. Возможно, участники знают об этом формате. Это, собственно, формат обмена электронными документами между органами государственной власти. Далее документ попадает в ТР-архив. С ним происходит действие по формированию дела, формирование описи и дальше, опять же, в установленном нами формате опись передается в платформу ЦХЭД, как я уже сказал, и дальше передается сам документ. На стороне платформы ЦХЭД, безусловно, происходит сопоставление описи и дел, которые приходят в Центр хранения электронных документов. В случае, что все хорошо, сотруднику Росархива подсвечивается, что да, проверки пройдены, дальше принимается решение уже о направлении конкретных документов в электронный архив непосредственно Росархива. Когда мы создавали систему, естественно, мы понимали, что есть определенные требования к безопасности хранения данных в системе, поэтому на текущий момент, безусловно, система аттестована по всем требованиям в СТЭКа, без этого невозможно ввести ее в эксплуатацию, ну и, собственно, самой на стороне системы обеспечены все необходимые средства безопасности, постоянный контроль над документами, над их целостностью, над подтверждением электронной подписи и так далее. То есть это все на текущий момент обеспечено и система абсолютно полностью готова к приему архивных документов на постоянное архивное хранение. Специально привел, предвещая некоторые вопросы, что будут вопросы, связанные с импортозамещением, с технологией, на которых построена система. Система была написана с нуля. Собственно, на экране сейчас видно, какие технологии мы применяли. Это исключительно все допустимые инструменты, которыми можно работать от операционной системы до среды разработки и, соответственно, до базы данных, безусловно. То есть это все решения, которые можно использовать и на которых сейчас развернута и функционирует созданная нами система. Краткая дорожная карта. Прошлый период, начиная с 2020 года по 2022, это уже пройденный этап, велись в эксплуатацию в декабре 2022 года. В 2023 году мы подключаем к системе, подключили уже дополнительно 35 файлов, как я говорил. У нас стоит по плану в 2024 году перейти на платформу Густех. Сейчас мы уже мероприятие по миграции на инфраструктуру начали. В следующем году будем переходить на сервисы, предлагаемые платформой. И в следующем году у нас начнется активная передача фаивами электронных документов на постоянное архивное хранение. Чуть забегая вперед, сразу хочу сказать, что когда мы говорим про электронный документ, безусловно, в первую очередь электронный документ, для нас это тот документ, оригинал которого появился в электронном виде. Но когда мы прорабатывали ТЗ, прорабатывали техпроект с фаивами, с Росархивом, мы поняли, что помимо электронного документа к нему может быть много приложений, которые в свое время появлялись и на бумаге, поэтому, естественно, через центр хранения электронных документов могут проходить так называемые гибридные дела, где, да, текущий оригинал сделан в электронном виде, но к нему есть приложения, которые отсканированы и идут также на постоянное архивное хранение. Но в этом случае, безусловно, мы понимаем, что сам бумажный документ, он тоже хранится, он также передается по текущим правилам в соответствии с законодательством на постоянное архивное хранение. Но для того, чтобы потом упростить поиск информации при необходимости, это все будет находиться в электронном виде в едином месте, ну а дальше, для подтверждения валидности документа, безусловно, можно дальше в Росархивы запрашивать архивные документы на бумажном носителе как оригинал для подтверждения информации. То, что коллега озвучил, мы тоже ждем изменений в 149-е ФССР и в 125-е, безусловно. Вот это мы тоже участвовали в проработке, в согласовании проекта изменений, поэтому здесь мы тоже ждем, когда будет выпущено законодательство. Коллеги, на этом я свой краткий доклад хотел бы закончить, готов, безусловно, ответить на вопросы, которые могут появиться или появиться потом, опять же, контакты все доступны. Дополнительно, что хотел сказать, когда вышло наше постановление, наверное, первые, кто к нам обратился, это были регионы, и коллеги из региона спрашивали, подождите, подождите, а как же так, как же мы, нам же тоже, у нас архив, нам тоже надо автоматизировать постоянное хранение архивных документов. В этом случае, сейчас, каким путем мы идем? Мы предлагаем регионам полностью исходный код, дистрибутивы продукта, естественно, мы объясняем коллегам, как он работает, как он может применяться, и коллеги уже у себя рассматривают возможность разворачивания в регионе этого продукта, по сути, точно так же, его можно подключать к СЭДам РАИВов, к СЭДам министерств на региональном уровне, и строить региональное хранилище электронных документов, используя уже созданное программное обеспечение, при необходимости самостоятельно его доработав, если есть какие-то потребности. Ну вот, когда я встречался с регионами, мы общались, в частности, я был в Ямало-Денецком автономном округе, в их архиве, новом, они посмотрели на наше решение, сказали, что в принципе, тот функционал, который сейчас доступен, для них вполне релевантен, их он вполне устраивает, они также готовы себя рассматривать построение электронного архива, применяя вот тут, собственно, то ПО, которое мы разработали. Это вот то, что касается вопросов с регионами, также к нам обращаются государственные корпорации, государственные организации, которые также говорят о том, что им нужно внутри у себя строить архивное хранение, депозитарное хранение, и также мы предлагаем именно государственным организациям смотреть на наше ПО при необходимости, ведем с ними диалог, как можно его переиспользовать. Коллеги готовы ответить на вопросы, Константин Валерьевич, может, если у вас есть какие-то вопросы в наш адрес, готов прокомментировать. Сергей Александрович, большое спасибо за информативный доклад. Действительно, государственная информационная система есть, она создана, она совершенствуется, и, наверное, тоже, как и другие системы, нуждается в нормативном регулировании. Я хотел бы предоставить слово по законопроекту, который мы здесь во всех докладах упоминали, и который, наверное, все-таки уже не три года, а гораздо большее количество времени разрабатывается. Позицию по этому законопроекту предлагается изложить Веронике Евгеньевне, кандидату политических наук, руководителю аппарата комитета Государственной Думы по информационным политике, информационным технологиям и связям. Спасибо большое. Коллеги, слышите меня? Коллеги, день добрый, но я, наверное, просто пару слов скажу именно про законопроект, который, Константин Валерьевич сказал, здесь упоминает каждый в своем докладе. законопроект был внесен правительством, основным разработчиком было Министерство экономического развития, и законопроект предусматривает изменения в 149-й закон, закон об информации, информационных технологиях и защите информации в плане конвертации и перевода документов электронного вида и электронного хранения. Я сразу же скажу, заключение нашего комитета, не только нашего комитета, вы можете найти в открытом доступе на сайте Государственной Думы, но вопросы, которые регулируются этим законопроектом, никакого отношения к 149-му закону не имеют. Закон 149-й именно по распространению информации, но ни в коей мере не регулирует вопросы конвертации электронного хранения электронных архивов. И очень жаль, что при разработке такого важного документа правительство не сочло нужным рассмотреть вопросы о внесении отдельного законопроекта, который бы регулировал эти вопросы, а всего лишь попыталась внести это поправками в 149-й. И, наверное, судьба этого законопроекта, то, что с апреля 22-го года он до сих пор не подготовлен к процедуре второго чтения, говорит о том, что слишком много замечаний поступило от всех участников процесса. И не только от органов власти, но и от бизнеса. В том виде, как он внесен, никакой пользы для развития конвертации документов электронного архива он не принесет, к моему глубочайшему сожалению. И, наверное, поскольку я все-таки являюсь представителем Государственной Думы и для нас в первую очередь это вопрос защиты интересов граждан, а не бизнеса, прошу прощения, здесь, наверное, ключевой является позиция Верховного Суда, который сказал, что в том виде, как внесен законопроект примен в первом чтении, есть очень большие риски при некачественной конвертации документов потерять доказательную базу и тем самым будут нарушены конституционные права не только граждан, но и юридических лиц в плане разрешения споров как в рамках арбитражного законодательства, как в рамках гражданского законодательства, в рамках уголовного судопроизводства. Поэтому, коллеги, тема очень важная, но, во-первых, мне кажется, ее нужно разделить на две темы, это все-таки конвертация документа, это одна тема, и электронный архив, это другая тема, и обращаю внимание, что есть ряд документов, которые при любом развитии дальнейшего законопроекта и процедуры его принятия, надеюсь, во втором чтении, не будут переведены в электронный вид. Это документы, составляющие охраняемый законом тайну, они не будут переведены в электронный вид. Это в любом случае подлинники тех же самых федеральных законов, федеральных конституционных законов, которые по процедуре принятия могут быть только в бумажном виде. И, коллеги, мне кажется, немножко все-таки надо разделять эту историю цифровизации, которая нас всех поглотила, и вопрос защиты прав гражданина, о чем я говорю, что не потерять бы нам потом подлинность предоказательной базы, поэтому я очень надеюсь, что в ходе работы над законопроектом будут учтены интересы всех участников, и если у вас есть какие-то предложения, как это правильно сделать, вы всегда открыты, и на полотно-начатке комитета мы можем это обсудить. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Вероника Евгеньевна, большое спасибо за компетентное мнение. Насколько я знаю, сейчас подготовлен законопроект в виде отдельного федерального закона, но его судьба тоже будет, наверное, непростая, поскольку те вопросы, которые он призван регулировать, они достаточно сложные, и, конечно, позиция Верховного суда более чем обоснована, потому что мы тоже исходим из подобных рассуждений. коллеги, мы завершили тему докладов, поэтому, если есть вопросы, докладчики, наверное, готовы ответить. Александр Павлович, пожалуйста. Вот так? Да, вот так. Хорошо. Вот в последнем выступлении, которое было на экране, прозвучала тема информационной безопасности, и это, слава Богу, хотя, вот именно по ней, это, конечно, у меня есть вопрос, потому что во всех предыдущих выступлениях даже слов информационной безопасности в таком соотношении не присутствовало. Так вот, что такое информационная безопасность архивного хранения? Это есть информационная безопасность движения информации во времени. Ну, что такое архивная хранительность? Это же движение информации во времени. Соответственно, модель угроз должна быть с прогнозом, кто противник через срок хранения. Правильно? Правильно. Ну и тогда у меня и вопрос, а через 20-30 лет кто у нас противника? Подождите, подождите, подождите. Вот и вопрос, а где это написано? Я знаю, что когда мы разрабатывали и оценивали возможность стойкости криптосхем, мы действительно занимались и очень серьезно, научным образом, прогнозируя возможности противника. Но нам совершенно ясно было, кто противник, потому что это было закреплено в соответствующих документах и так далее. Еще три года назад у нас противник был совсем другой. Это совсем не то, что сейчас. Или я неправильно говорю? Нет, я говорю правильно. Сейчас у нас совсем другой противник. А какой будет через 20 лет? Вот как эта проблема может быть решена при архивном хранении? Если решать ее по максимуму, то подсовсекретно, извиняюсь. Тогда ни госключ, никто туда близко не подойдет. Так? Если под одну собачку, то есть подсекретно, тогда это под среднеразвитые страны. А если под конфиденциалку, то это же против хулиганов. Так и как? Вопрос у меня. Александр Павлович, большое спасибо, что Вы подняли очень важный вопрос, который действительно в докладах почему-то не поднимался. Вопрос обеспечения информационной безопасности. Поскольку, как нам кажется, что огромное количество вопросов, связанных с дискуссией вокруг вот этого законопроекта, они, конечно, связаны с информационной безопасностью, которая должна обеспечить, как правильно только что сказала Вероника Евгеньевна, права и свободы граждан. Потому что если Вам при конвертации бумажного договора об оказании услуг связи допишут пару нулей, то Ваши права точно не будут обеспечены. Конечно, вопрос модели угроз и угроз, которые актуальны при архивном хранении, действительно очень сложный. И здесь единственный путь, наверное, это дифференциация тех документов, которые подлежат архивному хранению. И в этом смысле закон должен сыграть большую роль, отделить, так скажем, то, что можно конвертировать в электронный вид от того, что действительно нельзя конвертировать в электронный вид, и определить базовые основы, базовые принципы обеспечения безопасности вот этих сконвертированных документов. Поэтому действительно аспект информационной безопасности здесь, наверное, является определяющим. Спасибо, Александр Павлович. Еще есть вопросы? Коллеги, мы завершаем тогда. Или еще? Да, давайте. Спасибо большое. Николай Беллинкий к Гренатам. Коллеги, вот в докладах прозвучали интересные моменты, но все-таки не совсем четко разделяется граница архивного хранения и оперативного хранения. Требования к работе с документами при архивном хранении, они совсем другие. Это документы, вышедшие уже из своего срока действия фактически, да? То есть в отставке уже. Это некий список отставников, которые мы храним. Эти документы нужны будут только при определенных случаях, когда будут затребованы их копии из архива. В обычной бизнес-практике они уже не нужны. Они уже отработали свое. И в этом случае, когда термин идет, документы, вот прозвучало в докладе, юридически значимые, неюридически значимые. А зачем термин документ без юридической значимости? То есть в этом случае хранение какой-то информации, которая не может использоваться для разрешения споров, оно бессмысленно. Мы просто-напросто увеличиваем объемы архивов и не более того. То есть все документы, это документы именно юридически значимые, которые пригодны для дальнейшего разбирательства, дабы такое будет со временем востребовано. В обычной жизни эти документы нигде не нужны. Поэтому основное, не исследование вопроса, скажем так, юридически значимые или нет. Документы все юридически значимые. И основная задача архивистов сохранить документ, правда там или ложь, в неизменном виде и защитить его от фальсификации. А дальше потом уже разберемся, правда там, неправда, можно его использовать для разбора ситуации какой-то или нет. Потому что сейчас нет рискориентированного подхода. Есть термин юридическая значимость, значит документ должен служить доказательством. В какой степени, в каких спорах, вот это деление совершенно не звучит нигде. И от этого зависит стоимость на безопасность хранения этого документа. Если документ требуется, скажем так, государственного уровня, который будет определять, а со временем его вес может, допустим, возрастать, то хранить такие документы не жалко средств на защиту. А если это бизнес и документы, которые рождены в обычной практике, и стоимость им 3 копейки, зачем тратить миллионы на их защиту при архивном хранении? Возможно, здесь сроки архивного хранения помогут, да, какие-то документы вечно хранятся, какие-то документы хранятся в определенный период. Но вот пока в докладах я не увидел четкого разделения, что архивное хранение – это документы, которые не нужны в обычной практике, они уже свое отслужили. То есть это затраты на сохранение доказательств нашего времени, не более того. И нет пока риск ориентированного подхода к формированию системы безопасности хранения документов в этих архивах. Спасибо. Спасибо большое за высказанную точку зрения. Просто хочу подчеркнуть, что на самом деле, все-таки, когда мы говорим впрямительно к этому закону об архивных электронных документах, это все-таки жаргон. Если мы внимательно прочитаем законопроект, то он направлен не только на архивные электронные документы, но и на документы текущего хранения и обеспечения их юридической значимости. И разработчик закона не разделил вот эти два понятия. Это вот очень важно понимать. Может быть, здесь тоже есть камень преткновения для принятия данного законопроекта. Не разделил на текущее хранение и на архивное хранение. И хочу подчеркнуть, что ваша точка зрения, она тоже присутствует в дискуссии. Это по поводу того, что документы, хранящиеся документы, должны быть только юридически значимые. Тем не менее, в законопроекте есть положение о том, что если не нужна юридическая значимость, то соответствующие требования могут не выполняться. Это тоже есть в законопроекте. Я просто хочу подчеркнуть, что вот этот спектр дискуссий вокруг закона, он достаточно широк. И ваша точка зрения, она тоже транслируется. Но, к сожалению, разработчик Минэкономразвития пока не определился, что же он хочет отрегулировать. Спасибо за вопрос. Второе. Система хранения электронных документов, она может быть разной. Я на это не касалась за базу, просто потому что вредности хватало. Но я все-таки приведу не по полной. Итак, РОС-Реестр. Как они размещают документы, которые поступают на регистрацию прав собственного числа? Они сразу его размещают в базу данных партийных. Я прошу прощения. 30 минут осталось на обед. Я прошу прощения. Все, давайте потом. Все. Спасибо. Коллеги, спасибо большое за интересную дискуссию. Всем спасибо.